Всем привет, с вами Андрей Сонар. Раннее-раннее утро, речка Назия, и из этой речки мы выйдем в Ладожское озеро и будем искать окуня. Рыбаков, я смотрю, уже хватает, а тут готовится наша лодка Гром. Необычная лодка, вы уже это, наверное, знаете. Ну что ж, время не терпит, окунь ждет, так что мы начинаем собираться. Так, один насос, браво, хорошо, но два еще лучше. Как они синхронно воют. Вот, смотрите, много шмурдяка распихано по бортовым нишам, а в кокпите практически пусто, шмурдяка мы взяли с собой много. Еда, напитки, насос, еще дополнительный спас-жилет, емкости для рыбы. Снасти, приманки, запасной комплект одежды, все по бортовым нишам, все очень удобно. И рюкзак этот, если надо будет, тоже туда уберем, но рюкзак у напарника оперативный, он в него будет часто залезать, поэтому рюкзак не убирается в ниши, хотя упихать можно. В общем, лодка готова к выходу. Сейчас поедем. Погнали. Близится середина сентября, и вот-вот начнется осенний нерестовый запрет на Ладоге. Поэтому, выбрав более-менее спокойный денек среди навалившегося на Питер ненасти, мы решили поискать осеннего ладожского окушка, который обычно активизируется в это время. А вот и выход в море! Вышли из речки и сразу пошли 17-километровым марш-броском в точку-рандеву с дружественным экипажем, который из Кабоны вез для нас якорь. Вот такая вот многоходовочка. По прибытию в указанную точку повстречали еще один экипаж со старыми товарищами и начали вместе искать рыбу. Ну если будет, Андрюх, звоните. 0,6 км. Если что, звоните. Давай! Искали, искали, но рыба не радовала. Было много потерь приманок от совершенно ненужных щучьих поклевок, а вот надежда впороться в стаю крупного окуня таяла с каждым часом. Кто-то сел мощный. О, понятно. Нахрен такое счастье нужно. Возьмешь? Да, да, да. Не люблю щук. Вообще не люблю. Ну, нахреново села, кстати. Опа! 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 Какие свечечки! Давай к тебе подведу. Килошная примерно. Возьмешь? Надо тебе. Да, да, возьмем. Нужно щук есть. Аминь. КОНЕЦ Встанешь на точку, 1-2 окуня подряд, думаешь вот она раздача началась. Но после поимки пары окуней клев обрезает и нужно снова смещаться на пару сотен метров для поимки очередной пары окушков. Что, пошла жара? Ух ты, хороший окунь! Закинешь? Закинешь. Субтитры делал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok А вот резкое ухудшение погоды пришло точно по расписанию. Начался довольно сильный дождь, ощутимо раздуло, но гром в волну проходит идеально. Пневмокаркасная конструкция замечательно гасит удары при прыжках на волнах, поэтому небольшую, но противную волну мы проходили все ракурсно и на полной скорости, без малейшего дискомфорта. Была надежда на четырехчасовой проклев, который якобы имел место у ловивших в этих местах накануне, но когда это время все-таки наступило, то стало понятно, что чуда не будет. Мы как раз были рядом с Кабоной, поэтому решили обратно идти по каналу, чтобы не прыгать на волнах. Одно только радует, лодка вот такая вот офигенная, по волне идет ровненько, сидеть очень мягко, задницы не отбиваются, на волнах прыгает вообще мягенько, можно на полной скорости идти. Вот так вот, лодка называется Гром-400. Ну и погодка. Как хорошо, что такая рыбалочка заканчивается. Срочно в тепло, срочно домой. С вами был Андрей Сонар, всем пока.